Бокс могут исключить из программы летней олимпиады, которая пройдет в 2020 году в Токио. У Международного олимпийского комитета возник ряд финансовых вопросов к врие руководителя Международной ассоциации любительского бокса, АИБА, Гафуру Рахимову. Об этом заявил на пресс-конференции в корейском Бхенчхане глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он также отметил, что кроме олимпиады в Токио, бокс могут исключить из программы летних юношеских олимпийских игр 2018 в Буэнос-Айресе. По словам Баха, исполком Международного олимпийского комитета начал расследование системы управления Международной ассоциацией любительского бокса, АИБА, заморозив с ней контакты и прекратив выплаты от олимпийской солидарности в ее адрес. В начале ноября 2017 года исполком АИБА временно отстранил от должности президента АИБА Чинг Куаву. Причиной стали ряд дисциплинарных обвинений от Международного олимпийского комитета, в числе которых была и финансовая растрата. Спустя некоторое время возглавлявший федерацию в течение 11 лет Чинг Куаву ушел в отставку. Однако у Международного олимпийского комитета возникли вопросы финансового характера и к заменившему его на этом посту предпринимателю из Узбекистана Гафуру Рахимову. Международный олимпийский комитет потребовал от АИБА отчитаться по спорным вопросам. Однако первый доклад федерации в декабре Международного олимпийского комитета не удовлетворил. Объяснение в докладе Международного олимпийского комитета счел неубедительным и обязал АИБА до 30 апреля представить новый отчет. Напомним, что Гафур Рахимов, известный в определенных кругах как криминальный авторитет и Гафур Черный, был назначен временной исполняющим обязанности главы АИБА в конце января 2018 года. А месяцем ранее, в декабре 2017 года Минфин США внес его вместе с российским бизнесменами Рубеном Татулином, Рапсон и Алимжаном Тахтехуновым, Тайванчик, в санкционный список, в который наряду с ними вошли 10 воров в законе. Среди них, Захарий Калашов, Шакра Молодой, Василий Христофоров, Васа Воскрес, Камч Ибек Кальбаев, Камчий Бишкекский, Юрий Пичугин, Пичуга, Владимир Тюрин, Тюрик, Лоша Шушанашвили, Лоша Руставский, Владислав Леонтьев, Вадик Белый. Американцам запрещено иметь с ними дело. Все активы воров в законе указанных предпринимателей в США должны быть заморожены. Ранее, в 2012 году Рахимов уже попадал с черный список США как один из участников так называемого братского круга. В Соединенных Штатах за Рахимовым закрепилась репутация лидера организованной преступности Узбекистана, основной сферой теневой деятельности которого является международная наркоторговля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова